всем привет с чего начать начать наверное с того же самого с неутихающих споров о том жив ли рок-н-ролл мертв ли рок-н-ролл хороши ли современные группы плохи ли современные группы когда закончился тот период когда рок-н-ролл был хорош когда рок-музыка была настоящей многие пишут о том что в семьдесят четвертом году прошлого века закончился рок-н-ролл смысле рок-музыка с такими пластинками как red king crimson и прочее the one place down on broadway группа genesis ну и так далее наиболее ортодоксальные люди считают что рок-музыка закончилась году в 1967 примерно я встречал таких людей в нашей стране и других странах но тем не менее что-то ведь продолжается что то есть да я сам говорил недавно что современные группы в большинстве своем достаточно убоги но это касается тех групп которые на поверхности которые издаются большими тиражами рекламируются как пластинками которых забиты все магазины в основном конечно убоги но тысячи десятки тысяч групп существуют в настоящей рок-музыке то есть в клубах в гаражах в подвалах на фестивалях на открытых площадках на закрытых площадках где угодно именных никто не знает я про это тоже говорил кстати говоря в интернете полно полно просто шикарной музыки хотя интернетом не пользуюсь я пользуюсь тем что у меня есть дома дома есть достаточно много и вот речь заходит иногда о восьмидесятых говорят что восьмидесятые вообще это конец и вообще ничего хорошего восьмидесятых не было ну как же как же а это одна из самых интересных пластинок рок-музыки под условным названием рок самых но этих самых самых интересных пластинок штук 500 наверно существует если говорить о самых интересных но в эти 500 она точно входит вот эта замечательная запись группа sonic hills американской который называется daydream nation мелок такое издание чудесную daydream nation коробочка такая сейчас я ее открою покажу вам все прелести этой штуки ну во первых четыре пластинки целиком альбом daydream nation который двойник на самом деле потому что то что выходило в советском союзе благодаря усилиям андрея тропилла это ровно половина альбома daydream nation самом деле вот этот двойник довольно длинный очень интересный и еще две пластинки это концертная версия того же самого альбома целиком сыгран альбом на концерте и неизвестно еще что лучше но это я шучу потому что студийный альбом великолепен это действительно шедевр рок-музыка это 1900 напомню вам восемьдесят восьмой год те самые восьмидесятые которых ненавидят те люди которые считают что рок-музыка умерла в 1974 нифига никто не умер живее всех живых эта штука под названием рок-музыка еще книжечка замечательная в этом издании присутствует и много много всего написано на фотографировано группа sonic юс в разных своих апостасях они уже стали фотографироваться на заказ то есть произведение фотосессии вот владимирич ленин они были в советском союзе несколько раз причем на одном из концертов я был манер кодекского корпуса это было потрясающе они играли с очень хорошей санкт-петербургской группы с очень хороший действия не буду называть ее по разным причинам но эта группа очень хорошая очень громкая очень профессиональная и группа отказывалась играть перед sonic youth хотя до этого они играли перед моторхед во дворце спорта юбилейный и ничего сыграли ничего операционные пилос они не хотели играть потому что предвидели определенные какие-то ментальные неприятности и что и произошло потому что группа выступила очень круто очень крепко но потом вышли вот эти ребята и сделали такое от чего стало казаться что да что в общем ну не стоило наверное играть рядом с этими парнями вот кстати на обратной стороне книжки вот такое оформление на прямо прямо по-русски написано нация мечтателей ну вот это что касается собственно говоря издания очень советую вот этот четверник где-нибудь найти потому что концертная версия daydream nation так называется пластинка она самодостаточно самоценно и и конечно слушать очень интересно у sonic youth много пластинок они достаточно разные некоторые могут шокировать неподготовленного слушателя поэтому начинаем если кто не знает вообще ничего об этой группы начинать вот с этого альбома и улетите сразу в космос улетите в небеса что еще я хочу сказать и хочу сказать о том что люди многие многие вот люди которые пишут комментарии с которыми я общаюсь они называют играет так что это работа группы genesis сильная а вот эта работа слова я ненавижу когда говорят про пластинку работа это работа это по ощущение что про какого-то леонардо да винчи идет речь или что это работа сильнее это работа слове ребята парни играют рок-н-ролл а рок-н-ролл это не работа как известно как сказал и спел один замечательный наш музыкант и в этом он был прав рок-н-ролл это не работа это другая жизнь кто-то превращает это в работу и занимается попсой называя это качественной рок-музыкой качественной благородной рок-музыкой благородство в рок-музыке быть не может рок-музыка это не благородная штука сама по себе если в ней появляется благородство эта штука сразу перестает быть рок-музыкой мгновенно становится эстрадой поп-музыкой такой для девочек и чем угодно но не роком так что это не работает что касается самой пластинки на мой убогий взгляд это одна из лучших записи гитарной музыки гитарного рока вообще из всех из всех тех тысяч групп которые я слышал на концертах которых я бывал гитарная чтобы не сказать этого слова работа гитарная игра здесь умопомрачительна оба гитариста или роналда и торстен мур творят настоящие чудеса предвосхитив все эти пониженные строй гитарные которые которыми хвастаются и блещут хэви металлисты 90-х двухтысячных и прочих вот у нас пониженные строй у нас гитары баритон у нас все низко страшно здесь этих пониженных строев альтернативных строев сколько хотите в каждой песне поди разбери как гитара настроена в какой она тональности какие ноты вообще она играет или и играет ли она вообще ноты они что-то другое что-то такое чего не было прежде вообще не только в рок-музыке а вообще в музыке ни в какой кинуть райт первая песня 7 минут она почти идет это можно сказать что это хит собственно песня и стала хитом потому что она единственная наверное из всех сколько тут 3610 из 14 полотен которые похожи на песню такую с приятной довольно мелодии хотя она агрессивная быстрая но она похожа на песню кинуть райт все остальное тоже песню но не похоже на то что принято называть рок песнями они сделаны сконструированы сыграны совершенно по-другому безо всяких вот этих самых соло вот этих вот невероятных соло пальцами вот это вот ритма баса чистого ритм ритм секции такое чтобы здесь этом секции здесь гитара играет соло здесь ритм играется да вокалист поет ронни джеймс дио какой-нибудь аккуратненько поет свои ноты умопомрачительные как ему кажется и многим кстати тоже кажется так ничего этого близко вот этой попсы здесь даже рядом нет люди играют на гитарах с ним с неузнаваемым строим с непонятным удивительно переплетаются друг с другом в яростных быстрых не пассажах ритмических построениях обгоняют друг друга отстают нагоняют можно сказать чёс да так если грубо говорить чёс играет чёс играет интервалами там что-то но так громко так быстро так не похоже на то что было в рок музыки и до и после для 88 года это можно сказать открытие конечно это открытие которое дало такое количество ростков в разные стороны включая группу нирвана включая весь гранж включая то что называется альтернативным роком стоунером чем угодно принципе можно сказать что выросла наверно из этой пластинки хотя конечно у каждого музыканта сотни исходных точек есть отправных точек сотни просто и черпается все отовсюду silver rocket следующая песня безумный полет безумный настоящий не похожий ни на что урок а это самый кайф когда не похоже ни на что но такая свобода такой чистый воздух такое свежее дыхание при этом яростно громко и агрессивно и с непонятным строем но слушается очень комфортно при этом удивительное свойство группы sonic use это комфортно и звучание хотя кажется что а тонально непонятно где ноты мимо нот вместо нот между нот диссонансы скрежет шум но из тот самый отцы кстати говоря найза одни из одни из одного отца не бывает одни из отцов музыки но из но такой этот но из приятный так в нем отдыхаешь да справа следующая песня это вообще просто ну просто просто очень хорошо пусть какой-то арт-рок песня начинается как песня потом переходят подобие джема и непонятно джем ли это или это от репетирована и свита в нойзе в а тональных этих построениях странных сменных ритма джем такой сыграть очень сложно потому что все играют вместе все играть вместе меняется тональности меняются размеры но при этом ощущение полная джема полного какого-то такого хаоса здорового ну и моя любимая часть это вторая сторона первой пластинки cross the breeze eric strip и total trash три песни идущие подряд cross the breeze это просто какой-то heavy metal без хэви металла так вдруг начинают играть музыканты sonic use как будто они проснулись и вдруг решили сыграть традиционный рок но по-своему со своим безумным вот этим подходом с а тональными штуками с как я уже сказал с измененными строями гитарными с такой адской ритм секции то есть из хэви металл рока из хард-рока убрать все примочки все прибамбасы все овердрайвы все дисторшины хотя здесь одни сплошные а одни сплошные дисторшины я сам себе противоречий но убрать вот это мясо хард-роковая вот этот мясной звук жирный вот и вот со скрести ножом оставить голую основу и вот эту основу здесь молотит sonic use с дикой яростью ну эрик стрит уже доходит до апогея наверное гитарный вой гитарные какие-то такие звуки которых которые не снились не king crimson не в роберту фри по отдельное и адрину белью отдельно то что сыграно на альбоме дисциплина например вот эти гитарные штуки и адрину белью умножьте их на 25 и получится то что играют гитаристы здесь песня эрик стрит тот он трэш во второй части своей он переходит в тотальный трэш это такой вал звуков волной за вал хаоса который нас окружает но опять-таки очень комфортно все звучит очень интересно слушать очень приятно вторая пластинка не менее хороша чем первая но я хочу обратиться к третий и четвертый пластин пластинкам из этого набора здесь соники сыграют песню группы beatles а именно джорджа харрисона within you without you играют его на удивление так по роковому чисто и традиционно что джорджу харрисону впору позавидовать бы было такой версии я был потрясен когда услышал вообще не похоже на то что играют sonic use в своих записях на самом на своем материале но все равно слышно что это они все равно слышно это безумие слышно слышен тот самый новый с которого они начинали то есть не вне волны вне стиля музыка никому не принадлежащие но уэйв свободная от всех влияний свободная от денег от гармонии от тональности от инструментов от продюсеров от всего абсолютно только собственный кайф но при этом очень круто все сыграно настолько круто что хочется переслушивать переслушивать и переслушивать учиться и пытаться понять как же это все сделано sonic use это поистине великая группа она великая тут спорить бесполезно поэтому я не буду спорить а пойду просто пить до новых встреч пока